Для создания ритма битбоксера музыкальные инструменты не нужны. Мухаммед Гафаров о необычной технике звукоизвлечения узнал три года назад из шоу по телевизору. Основы изучал по видеоурокам во всемирной сети. Мы с мамой выложили видео в интернет, как я пытаюсь сделать звуки по битбоксу. И Виталик на нас нашел. Раз в неделю я занимаюсь битбоксом, но Виталик мне задает домашнее задание, чтобы мои звуки были четкие. Днем сотрудник отдела кадров на выходных преподаватель битбокса. Технику Виталий осваивал самостоятельно. Битбокс такая тема, которую нужно уделять реально сутками. То есть нужно сидеть над этими звуками, чтобы отработать, чтобы они звучали именно как драм-машина, как барабан. Либо много очень звуков, сотни. От барабана до электрогитары и флейты. Симитировать можно практически любой музыкальный инструмент. А помогут в этом, как ни странно, обувь и коты. Говорят, что освоить битбокс может практически любой. Сейчас узнаем, являюсь ли я исключением. Можешь, пожалуйста, показать мне какие-то самые простые звуки из битбокса? Да, у меня есть такой лайфхак. Ты произносишь английскую фразу, делаешь акценты на согласные звуки, и у тебя получается битбокс очень быстро. Это фраза «Бутс энд кэц». Бутс энд кэц. Бутс энд кэц. Бутс энд кэцэн, бутс энд кэцэн, бутс энд кэцэн, бутс энд кэцэн, бутс энд кэцэн. Не получилось. А вот те, у кого получилось, продолжат практиковаться на баттлах. Соревнования по битбоксу проходят и в Крыму. Крупнейший из них – фестиваль хип-хоп-культуры в Ялте, на котором ежегодно выступают сотни артистов со всей страны. Дарья Шарипова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.